Это почти как 11 сентября 2001-го для Соединенных Штатов Америки. Это сравнение сейчас стало активно использоваться, кто-то, по-моему, из участников эксклюзионного клуба его употреблял. И считали, что оно абсолютно точно, во всём случае, применено в российском реале. Из Санузии, 11 сентября, Соединенные Штаты Америки и все человечество, по-своему плану, много полезных роликов. Мне показалось, что и из Санузии, начавшихся на 7 августа этого года, бьет в местном городе. Санузии, 11 сентября, Соединенные Штаты Америки и все человечества, по-своему плану, много полезных роликов. Сейчас мы нашли много китайцев очень интересны, как санузии на пакетах. У меня теперь один вопрос, мне кажется, который не прямо связывается с конфликтной ситуацией. Я хочу задавать вопрос позже. Скажите, пожалуйста, какая российская экономическая стратегия сотрудничества с Восточной Азианской страной? И вот, например, за последние 10 или 15 лет. Мне кажется, теперь подождественные перемещения очень много, например, что российская экономика с гигантскими потенциалами, а у нас очень сильно и быстро. Ну, отлично, с одной стороны, мы тоже в общем сами извините, что замедление роста мировой экономики может быть продолжается. Ну, это были сложные условия, но как вы думаете по поводу российской экономической стратегии на основном? Ну, это были сложные условия, потому что Россия это евразианская страна. Не задумываясь о его практически последствиях, но в всяком случае не всегда в этом в полной мере. Я думаю, что Россия это действительно государство, которое относится рано и обращено в Европу, а значительная часть России находится в взятской регионе. У России, конечно, огромное количество связей с нашими советскими партнерами, в том числе с китайской народной республикой. И сейчас понимаем, что без террасификации развития странного востока у нашей экономики нет будущего по нескольким причинам. Главное, потому что если мы не будем двигаться на восток, у нас наши восточные регионы не будут развиваться так, как нам этого хотят. Страна огромная, плотность населения небольшая. И для того, чтобы создавать и новые рабочие места и реализовывать крупные социально-экономические программы, мы просто обязаны всегда развивать сотрудничество с нашими восточно-азианскими партнерами. Мы будем это делать. Мы участвуем во всех форумах в мире, создавшем для своего организации сотрудничества. Мы участвуем в форуме АТЭС. И считаем для себя это одним из приоритетов. Здесь нет никакого противопоставления, скажем, азиатского и европейского европейского. У нас есть такая история, что, собственно, культурная идентичность российская складывалась на европейском базе. Но в то же время, если говорить о культурной истории, если говорить о каких-то бытовых вещах, то очень много нас роднит как раз с государственными азиатскими регионами. И мы это должны использовать в своей повседневной работе, в своей повседневной практике. Поэтому я думаю, что это исключительно перспективное направление развития нашей страны. И мы будем его, естественно, продолжать. Не ущерб отношения с Европой, не ущерб отношения с западным миром. В этом и должно проявляться полицентрическое начало многополярности. Это ведь не только сугубо политическое понятие, когда вот мир устойчив тогда, когда есть редко упыск серьезных политических игроков. Мы понимаем прекрасно, что экономика устойчива только в том случае, когда существует целый ряд разных экономических площадок. Когда активно работают биржи не только Берлина, Парижа, Лондона и Нью-Йорка, но и биржи азиатского региона. Мы понимаем, что в противном случае возникает неравновесная ситуация. В этом плане мы, конечно, будем делать все на самом деле сейчас для того, чтобы решить весь интерьер крупных задач. В частности, о трансфикации энергопотоков в индийского направления. Опять же, не ущерб нашим интересам и интересам наших партнеров в Европе, но и для того, чтобы поддержать лучшую стабильность. Речь идет о поставках нефти и о поставках газа, о развитии атомной энергетики. Мне иногда достаточно забавно читать по поводу того, что русских газа не хватит. Даже не того, чтобы европейцев обслуживать. Но вы же сами понимаете, что это совсем не так. Россия – крупнейшая газовая держава. И если мы будем понимать, что на востоке есть большой рынок, мы введем новые месторождения. Можете не сомневаться. Естественно, все это должно быть сбалансировано. Не должно приводить к каким-то экономическим катаклизмам. Мы все с изменением сердца существуем с этим, как развивается ситуация на нефтяном рынке. Когда свежие высокие цены на нефть создают одни проблемы, падение цены на нефть создают другие проблемы. Человечество не может ответить себе на вопрос, какие же цены являются оптимальными. Но, что всегда удивительно, даже не могут появиться экономерности, по которым развиваются нефтяные цены. А раз это так, если этот фактор, на связи с ними, носит случайный характер, мы должны его скваживать за счет развития самых разных. Субтитры создавал DimaTorzok